В сравнении с тем, что мы докладывали в прошлом году, мы продвинулись вперёд, так сказать, ведомые слушателями онкофорума. Исторически мы занимались вирусными факторами, способствующими развитию человека. Мы знаем, что они клиниваются в клеточные сигнальные кастады, они повреждают клетки, суперсируют старение апоптоз, и в этом участвует целый ряд вирусов онкогенных белков, в том числе вируса иммунного человека. В прошлом году мы цитировали работы авторов, показавших онкогенный протестал «Лукатат», 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 и способны трансформировать клетки в одиночку или с другими онкогенами. Теперь мы к этому можем добавить свою работу, где мы показали, что экспрессия рекабракции «Лукатат» и «Лукатат» усиливает онкогенные свойства раковых клеток, их способность образовывать опухоль и статичную активность. Здесь мы видим серию клеточных линий, созданных на основе клеток под эмаконома мышей, и те из них, которые экспрессировали обратную трансформатазу без мутации, росли лучше, чем расти исходная линия клеток. Также они образовывали больше метастаз. Органы мышей в данном случае приведены данные для печи. Тогда же, год назад, аудитория задала нам вопрос, а как уже стоило два раза обратной трансформатазой, в том числе это причина того, что она является тумор-ассоциированным антигеном, и у нас возникло сильное желание, как проверить на сколько с оборудованием тумор-ассоциированных антигеном. И у нас возникло сильное желание проверить на сколько с оборудованием использования вне раза обратной трансформатазы по пункту к вакцине. Тумор-раза обратной трансформатазы, ее обратно-транскриптазный домен, который, в общем, гомологичен, но обратно-транскриптазный домен, его можно было бы, в принципе, ожидать такого негативного эффекта, который мы видели. Имея вот эти факторы как превходящие в исследование, мы задали вопрос, есть ли что-то общее по тумор-генезе под действием обратной трансформатазы ВИЧ и ТЕРТ, и насколько безопасно использование ТЕРТа как ДНК-вакцины. И мы решили это проверить, определить влияние экспрессии РТ-домена ТЕРТ на свойства раковых клеток и проверить иммуногенность тумор-раза обратной трансформатазы. Для этого мы прокланировали синтетический диаметр, оберующий обратно-транскриптазный домен, тумор-раза обратной трансформатазы, назовём его РТ-ТЕРТ, лентивирусный вектор, сдували им дверь к аденокарцинома мышей, и добились того, что они образовывали опухоли в мышах. То, что эта линия экспрессирует 30 разу, позволяет видеть опухоли путём извива мониторинга. Мы исследовали полученные линии на предмет количества встроенных копий РТ-ТЕРТ, сравнивая с количеством копий миостатина и актина. Эти данные совпадали некоторыми отклонениями, правда, но в целом они совпадали. Вот здесь вот привезено число копий различных клеточных линий, как вот ЦРТ-ТЕРТ и полноразмерный ТЕРТ тоже нам были получены. Вот получены были четыре клеточные линии, которые экспрессировали, имели различное число копий РТ-ТЕРТ и экспрессировали, как вы показали, МРНК, соответствующую трискриптазу к намену ТЕРТ на различных уровнях. Мы стали характеризовать эти субклоны и обнаружили, что они отличаются от исходных линий клеток, это вот чёрные пары на этом рисунке. Мы видим, что все они постоверны или имели тенденцию к уменьшению пропорции клеток G0, G1 в фазе клеточного цикла, увеличенная пропорция клеток в фазе и в G2M в фазе клеточного цикла. То есть экспрессия обратно-транскриптазного домена меняла статус клеток. Далее вы показали, что одновременно с этим в клетках нарастает геномная нестабильность. Мы наблюдали у них образование фоции, так называемые H2AX-фоции, образуемой формой гистона, реагирующей на повреждение двутяжевой ДНК. В тех же клонах наблюдается повышение экспрессии эндогенной ТЕРТ. Мы могли отличить её от нас в силу того, что нами был использован статистический ген, экспрессия которого являлась с помощью ПТЕРТ другими праймерами. Таким образом, мы наблюдали, что в клетках, которые экспрессировали повышенный уровень РТ-ТЕРТ, происходил так называемый теломеразный кризис, который, соответственно, активировал, который наблюдался повреждение ДНК и активация эндогенного ТЕРТ. Далее мы ввели эти клоны мышам в различных дозах. И с целью определить, могут ли они образовывать опухоли и эффективные кризисы, которые происходят в том, что они не могут быть. И с большим удивлением мы обнаружили, что те клоны, в которых была одна геномная копия, или даже те, которые были с пришлённым геномом, которые содержали менее одной геномной, по расчёте на актин или миостатин, менее одной геномной копии РТ-ТЕРТ, практически потеряли способность образовывать опухоли. Вы видите, что только при присутствии в том, что рядом с шеей не всех образуются маленькие опухоли, в то время как клоны, которые экспрессировали, в которых, вернее, наоборот, я неправильно сказала, в которых было более одной копии, они не могли образовывать опухоли. В то время как клоны с маленьким количеством копий и низкоэкспрессирующий ТЕРТ образовывали их. То же самое мы наблюдали для метастазов. Число метастаз у мышей, оверэкспрессирующих тюжеродный ортопьев, наверное, падало в сравнении с числом метастазов в поразуемых исходные линии. Когда мы решили посмотреть, мы поняли, что этот экспрессирующий не является риском, его экспрессия не является риском для раковых клеток, его оверэкспрессия, наоборот, приводит к движению их тюборогенной метастатической стратегии. Мы проанализировали иммунный ответ по полноразмерной геном ТЕРТ и геном ТЕРТ с гемоглютининовой меткой в сравнении с мышами, получавшими по студии. И мы обнаружили, что большинство мышей подзывали САД-4 таблет на эпитопы, это пептиды, обозначенные и составы ревертазы обратной этапоскриптазы, как раз, собственно говоря, того, той части белка, который мы изучали. И то же самое можно сказать об ответе цифровых клетокоситов. Он также, все мы, при этом, образовывали мощный ответ цифровых клетокоситов, обозначенные в два раза обратно к транспорту. Эти данные были нами опубликованы, буквально вот статья вышла неделю назад. Мы когда... Данные были еще не опубликованы. Мы отсылаемся на статью, в которой вы узнали в Акцинс, где эти данные подробно описаны. На основании этого исследования мы можем сказать, что оверэкспрессия ревертазного домена, целый раз обратный экспресса, изменяет клеточный цикл рахового цвета. Она тормозит их на С2М клеточный цикл и вызывает геномные нестабильны. И в отличие от экспрессии обратной дискриптазы ВИЧ и данных по индогенной, экспрессия ревертаза, относящаяся к CRT домен, снижает опухолевый рост и метастатический потенциал разных клеток. Другая иммунизация целыми разы обратной дискриптазы вызывает мощный теклеточный иммунный ответ против метастазного домена ФЕР. На основании этого мы можем сделать заключение о том, что именно обратный дискриптазный интерфер может быть использован и безопасно использован как основа, что мы собираемся сейчас в настоящий момент испытываем в профилактической модели, а через два месяца после этого в терапевтической модели при внутреннем моральном введении. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.